На улице нелётная погода, а мне отчаянно хочется прокричать «Адвента». И вы сейчас поймёте, почему. Наш сегодняшний гость, мой сегодняшний визави, не просто потрясающий рассказчик, человек с классным чувством юмора, а наш сегодняшний визави, ещё классный лётчик, я абсолютно не шучу. И мы сегодня поговорим об авиации, о молдавской политике, о молдавских политиках и о многих не менее аппетитных и вкусных темах, чтобы вы, наши зрители, были максимально подкованы о том, что творится сегодня в нашем чудном и славном царстве государства. Добрый вечер, меня зовут Артур Ефремов, я журналист. Мы в прямом эфире телеканала ТВС-21 будем говорить о главном, на главном. Серджи Макана, добрый вечер, вы сегодня наш гость. Спасибо, что позвали. Спасибо. Я думаю, вы, как пилот, можете ответить отказом, потому что лётчики очень любят нелётную погоду. Ну, нелётная погода, у нас говорят, когда нелётная погода, лётчики ломают погоду. Я хочу вам открыть маленький секрет. Не будем ломать погоду, пожалуйста. Хочу и вам, и нашим телезрителям открыть маленький секрет. Ваш покорный слуга честно отдал два года военно-воздушных сил и Советской армии. Учебку прошёл в Украине, в Новогляд-Волынском, служил в боевом полку. В 50 километрах к северу от Алматы, на авиабазе Николаевка. Фронтовые военно-воздоровщики Су-24, одни из самых мощных в мире. Поэтому авиацию я люблю. Эта тема не очень близка, и мы сегодня будем говорить с вами профессионально. С этого начнём. Вы не против? Я не против. Серджио, я прекрасно понимаю, как и все, кто нас сегодня смотрит, что вчерашний понедельник был просто вау, богат на всевозможные события. Я бы сказал, события сенсационного характера для нашей весьма предсказуемой временами скучной политики. Это и обращение к нации президента Санду, это и возвращение блудного сына в партию социалистов. Я понимаю, что победила партия Додона, и партия Батрунча проиграла эту схватку. И поговорим не только об этом, но всё же. Я вот бьюсь об заклад, что в очень доверительной, очень узкой компании, где вы абсолютно уверены в том, что вас не запишут, не подставят, и не предадут это огласки, вы, наверное, под рюмочку водки или бокалом хорошего молдавского вида с удовольствием бы спели. «Яяк истребитель, мотор мой звенит, небо мой обитель» из репертура Владимира Семеновича Васоцкого. Я вам признаюсь, что придётся признаться, я не пьющий уже много лет. Чего так? Ну, не знаю. Мне нравилось когда-то там выпить в виски, посидеть за хорошим разговором, но со временем это куда-то ушло. Стареем или мудрее? Ну, я не знаю, стареем или мудреем, я не знаю почему, но так случилось, что... Но это не означает, что я не люблю посидеть, поговорить, особенно об авиации. Я авиацию люблю. Вот вы рассказали про ваш опыт. Я про себя не говорю никогда, что я хороший или классный лётчик, пусть говорят другие, но обычно пилоты говорят о себе хороших в прошедшем времени. То есть, когда они уже не летают, да, то есть они... Пилоты, как лётчики, как америке, и особенно подводники, просто суперсуеверные люди. И это, наверное, правильно. Но я бы не сказал, что я очень суеверен, я боролся с суевериями. Вначале у меня тоже были какие-то суеверия, но в авиации, скажу вам сейчас одну притчу, в авиации говорят так, что если пилот идёт на полёты как на героический акт, это значит, что они достаточно подготовленные. Я знаю об этом. Я знаю, это свидетельство профессионализма лётчика очень высокого уровня. И всё же, а вот как бы вы сами сегодня определили свой статус? Потому что я всегда спрашиваю своих собеседников в журналистике, задрителей в журналистике, людей с такой нестандартной, я бы сказал, биографией. Серджи Маккану сегодня самый классный пилот среди всех молдавских политиков или самый лучший политик среди всего молдавского авиаотряда? О, нет, ни одно и ни другое. Я бы не стал, как это, бросать такую грязь на авиацию. Я пытаюсь отделить моё занятие в политике от моего занятия в авиации, потому что авиацию я очень сильно люблю. Если бы политика, молдавская политика была бы настолько, сколько авиацией является, скажем, как это, Сигур, безопасной, надёжной и безопасной, то, наверное, я бы полюбил политику. Так всё же у вас сегодня получается, как в той знаменитой песне, первым делом, первым делом самолёты. А девушки и политика потом? Ну, мы немножко перефразировали это, но я не буду говорить сейчас. Я понял. Какие типы самолётов сегодня пилотируете? Я пилотирую спортивный самолёт ТЛ-2000 «Стинг». На данный момент только этот самолёт. Это чехи вообще очень хороши в авиации. Это чешский самолёт? Это чешский самолёт. Они производили и производят и сегодня Л-29, Л-39. В Советском Союзе Л-39 были учебными самолётами, учебно-реактивными самолётами. Да-да, для советской авиации. Чехи очень хороши в этом, и этот самолёт мне очень нравится. Это спортивный, хороший самолёт. На какого максимального потолка вы достигли на этом? 4 тысячи. У него мой потолок 4 тысячи. Это верх? Это самый верх? Да, это 4 тысячи, да. Какой налёт? У меня за 2500 налёт. 2500 часов? Да. Господи, это по сути получается, что вы более 100 дней были в воздухе. Да, и говорят, что Бог нам не считает часы, проведённые в воздухе, то есть Он как бы прибавляет. Я ту же самую притчу слышал о рыбакахе, об охотниках, что время, проведённое или на охоте, или на рыбалке, Господь не засчитывает книгу жизни. Ну, я не скажу про них, но про нас это 100%. Сергей, учитывая, что мы не живём, я вам скажу, я охотник за интересными людьми и за интересными личностями. Мне просто биологические существа не интересны. И вот я стараюсь, я, наверное, пожизненный оптимист и хочу такими помереть, когда наступит срок. Вы мне, когда мы перед эфиром немного прогрелись после этой мерзкой погоды, вы мне рассказали, дорогие друзья, сразу говорю, мой визовик категорически не хотел эту тему обсуждать. Я всё же на правах ведущего и тому до этого вечера на этом настаиваю. Я хочу попросить Сергею Макану, чтобы он рассказал потрясающую историю таинственной молдавской дуси, которая оказалась самой крутой дуси среди всех молдавских. Дусь, только не падайте, этой дуси уже более 80 лет, и вы не представляете, что она сделала какое-то время назад с господином Макану. Перед тем, как я расскажу про Дуси, я вам скажу, что есть одна, то есть можно сделать параллель между политикой и авиацией хотя бы по отношению ко мне. Потому что я всегда говорю, что отношение людей ко мне в авиации, пассажиров, которые летают со мной, и людей, которые видят меня по телевизору, на соцсетях, почти она очень похожа. Хотя явления разные. То есть некоторым, которые летают со мной, некоторым это очень нравится, а некоторым, а некоторых тошнит. В политике то же самое. Вот на половину, часть нравится, другая часть от этого тошнит. Пришли двое парней, они подарили, они подарили... Наши из республики? Да, из Молдавани, да. Они, братья, они работают в Англии, и подарили матери, подарили пожилой матери, подарили подарок, час полета. Она села, и я, конечно, очень осторожничал, потому что... А сколько их маме было лет? Да, да, ну за 80-84, по-моему, да, и я всегда опасаюсь, когда идет речь о пожилых людях, чтобы не подключило давление и так далее. И мы полетались на час вокруг Кишинева. Она мне показала поликлинику, где она работала когда-то медсестрой, она мне рассказала много про своей жизни. Серьезно, с такой высоты она увидела поликлинику? Да, да, конечно, да. Мы летаем, это полет на высоте птичьего полета, то есть это все видно, Кишинев виден очень хорошо. Это 100 метров, 200? Нет, это выше, это 500, от 500 до 700 метров в этой классе год. И мы полетели туда на Гидегич, потом в Адулую воду и вернулись через Анене туда, в Хреште, где я летаю сейчас. И когда мы подлетели уже к аэродрому, она меня спрашивает, у нас еще время есть? Я говорю, ну есть, там 5-6 минут. А что такое? Она говорит, а вы не хотите, чтобы мы полетали над аэродромом круто так, чтобы мои сыновья увидели, что я не боюсь? Не потеряли случайно дар речи? Да, да, я говорю, хорошо, но опять же очень осторожно. Сделал пару крутых спиралей, но смотрел очень осторожно на нее, чтобы ей плохо не стало. Потом мы сели, она очень-очень довольная. И потом, когда мы вышли, она мне говорит, господин Маган, могу... Но до этого, что надо отметить, что до этого она даже не сказала мне, что она меня знает в политику. То есть, она со мной общалась, как с знакомым человеком, но поскольку меня очень многие видят по Инстаграму и так далее, я думаю, потому что часть людей уже меня знают как пилота, думаю, может быть, с этого она меня знает. И когда мы уже вышли, она обратилась ко мне, говорит, господин Маган, говорит, у меня еще одна просьба, и после этого я могу умереть. Говорю, говорите. Вот когда, говорит, вы будете на телевидении каком-то, посмотрите... Все замерли, и все слушают. Посмотрите в камеру и скажите, привет, Дуся. Привет, Дуся. Привет, Дуся. Супер достойно. А с какого года вас потянуло в небо? Меня давно потянуло в небо. Я ребенком был, я всегда, когда меня спрашивают, когда началась летная карьера моя, я рассказываю, что в 9 лет я сделал себе парашют из покрывала и прыгнул с крыши дома. Правда, он не раскрылся, парашют. Потом я стал парашютистом. Но я не считаю себя парашютистом, потому что у меня немного прыжков с парашютом, я сломал себе ногу. Но в больнице, когда мне делали операцию на эту ногу, я убедил двух докторов прийти и прыгнуть с парашютом. Они пришли и прыгнули с парашютом. Я всегда людям рассказываю, я могу часами рассказать про авиацию, я рассказываю людям, что самое прекрасное в прыжках с парашютом. Потому что, когда ты преодолеешь вот это, и ты прыгнешь в эту неизвестность, то, что меня удивило, это та тишина, которую вы никогда на земле не услышали. Охотно верю. Да, там такая тишина, вы такую тишину никогда не услышали. Вы сейчас заставите. Там можно говорить с кем-то, который находится на расстоянии нескольких сот метров шепотом. И слышно. И слышно, да. Слушайте, потрясающе, потому что я знал Серджиа Макану в одной ипостаси, сегодня узнаю совершенно другой. Вы сейчас только аппетитно и вкусно рассказываете о парашютистах и парашютном спорте. А летное дело, а объятия, это в сто раз, в двести, в тысячи раз интереснее. Вы сейчас заставите нервничать головного парашютиста Молдовы, которого зовут Лазуна Той. Перед тем, как перейти к нашим заветным темам, которые ждут все, я хочу вам прочитать. Я вам подготовил несколько сюрпризов сегодня. Сюрпризов и приятных, и очень жестких, потому что мы живем в чудной свете. Очень трогательно. Тоже вот женщина по возрасту близка, насколько я понимаю, очень красивый, достойный возраст. Ее зовут Тамара Мораль, которой мы не знакомы, но увидев анонс нашей передачи, прислала очень трогательное сообщение. Очень душевное, простое, человеческое. Не могу пройти именно. Уважаемый Сергей Макану, я в 50-е годы, представляете, в 50-е годы 20-го века работал бортпроводницей в авиатреде гражданского воздушного флота Молдовы, который тогда, в 50-е годы, подчинялся Киевскому аэрофлоту. И мне будет очень интересно послушать господину Макану сегодня. Тамара передал послание. Тамара, я вас приглашаю на полет. Вот заканчиваем с авиацией. Скажите мне, и увы, переходим к политике. Мы варимся в этом котле. Господи, с 27-го октября 1991 года, кацай край этому варенью, пока и бурлению, пока не видно. Скажите мне, пожалуйста, вот если представите гипотетическую ситуацию, что вы были бы военным летчиком, вы были бы кем? Истребителем, перехватчиком, штурмовиком, бомбардировщиком или стратегом? Что более близко по духу? Я мечтал стать истребителем, летчиком. Я читал все, я могу вам рассказать все про Первой мировой войне, про Второй мировой войне. То есть очень много, ну не все, но очень много. Дело в том, что я, когда говорю, что я бы стал истребителем, я не знаю, если бы я... То есть это только в моей голове, потому что стрелять в что-то, что летает, для меня было бы очень трудно. Я вспоминаю летчиков Первой мировой войны, когда они встречались в воздухе и отдавали себе честь. А потом начали стрелять из револьверов друг в друга и так далее, и пошло-поехало. Не знаю, я пытаюсь политику не связывать с авиацией, а тем более войну с авиацией. Я радуюсь, что я стал пилотом General Aviation, то есть авиации общего назначения. Это я в детстве часами мог смотреть на птиц, которые парят в воздухе. Да вы романтик у нас, вы романтик-идеалист. И это, наверное, очень здорово, если человек не потерялся. И поэтому... Я вам готовлю вам первое сообщение. Ну что ж, несмотря на налетную погоду, мы говорим, я вам говорю, адвента, и начинаем полет. Я вам хочу прочитать одно необычное послание, которое ваш покорный слуга получил сегодня утром. Я был очень удивлен, потому что реально было мерзко, было сыро, было очень холодно. Так, где же, где же, где же? Извините, одну секунду. Вы этого господина очень хорошо знаете. И он вас очень хорошо знает. Его знают все молдавские государственные чиновники, молдавские политики, представители МВД, СИБА, прокуратуры, судейского корпуса. Также, как и он знает, многое из их подногот. Ничего бы они не хотели предавать огласке. Каверзность заключается в том, что они после того, если его посадили, да не могут. Объективный, субъективный фактор. Я не называю ни имени, ни фамилии. Но вы догадаетесь, о ком речь. Сообщение пришло 8 часов 36 минут. Серджи Макану, наверное, человек увидел ночной анонс нашей сегодняшней беседы, вечернего диалога, и позволил себе высказаться в непубличном пространстве. Серджи Макану я оцениваю как самого умного, эрудированного и всех прорумынских наших политиков. С редким для политика Молдовы чувством юмора. Согласны с своей подобной характеристикой? Я более уверен в чувстве себя, когда меня критикуют. Я не про румынский, я румын. А, румын. Да, я не про румынский, я румын. Вы себя идентифицируете как румынский политик в Молдове. Я не меряю свою кровь пробиркой. Я считаю себя культурно, литературно, как вы хотите, интеллектуально. Я такой. Я это выражаю везде и говорю всем, что я не прорумынский, я румын. А когда вы себя идентифицировали, вы, правильное выражение, вы молдавский румын или вы румынский политик, проживающий на территории республики Молдова? Как будет правильно? Не знаю, как правильно. Я знаю, что я рос на берегу прута. Я с малых лет, вот я пришел в институт в Террасполе, и им рассказывал про телевидение румынской. Люди вообще ничего не знали. Это во время ночи в Ушеску? Да, во время ночи в Ушеску, это был конец 70-х, начало 80-х. А мои профессора в Террасполе, они были выходцами из Румынии, евреи, которые были сосланы туда режимом Антонеску. Кстати, фашистским режимом Антонеску. Но они заканчивали свои вузы, свои школы, вузы в Бухаресте. Они говорили на прекрасном, хорошем, красивом румынском языке, который я слышал с детства по телевидению румынском. Потому что у нас телевидение, то есть мы больше принимали румынский, чем Кишнево. Далеко было от Кишнево. И там рядом Востой. А что, извините, хочу просто понять, разве в то время не стояли вышки, которые подавляли? Нет, вышки там подавления не было. Но были активисты, которые смотрели, чтобы антенна не была повернута туда. Но мы могли даже вилкой вставить туда. То есть это было близко. И я, конечно, у меня потом очень многое изменилось в жизни. И вот, скажем, я им рассказывал про Адриана Пауниеску, которого я слышал на его выступлениях. Он собирал стадионы тогда. И мне казалось, что он другой, чем я увидел тогда, когда я с ним познакомился лично. В 90-е годы я был представителем парламента Республики Молдова в Совет Европы. И мы там встретились. И это для меня было такое разочарование, что я ахнул. Скажите мне, пожалуйста, как говорили в старину мудрые люди, что дьявол кроется в мелочах. И это правда. Жизнь это подтвердила. Вы подчеркнули, что персона господина Антонеску, кондукатору всей Румынии Антонеску до окончания Второй мировой войны. Вы подчеркнули, что он фашист. Режим был фашистским. Вы находите хоть одно оправдание ему, тому, что он сделал 22 июня 1941 года? Нет, у меня нет для него оправдания. У меня нет для него оправдания. Я считаю, что этот человек поверг Румынию в исторически очень большую проблему на многие годы вперед. А те изверства, которые чинили те люди, которые были под его подчинением, это невозможно оправдать. В Бессарабии? В Бессарабии. И в Одессе. В Одессе, в Одессе, в Одессе, это невозможно оправдать ничем. И я всегда, когда говорю здесь или в Бухаресте, я стараюсь, чтобы наш народ понял и взял на себя ответственность за это зверство. И когда наш народ возьмет за это зверство ответственность и поймет, что так нельзя было и нет этому оправдания, я думаю, что мы избавимся и от коммунистического прошлого. Потому что если мы не будем это понимать, что тогда случилось, и что погибли сотни неповинных людей, сотни неповинных людей. А мои профессора, я даже назову вам несколько имен, потому что я очень их любил, и Ширина, Танзон, и Тель-Шамоль, и Палануер, и Гендлер, это были очень интеллектуальные люди. Они получили свое образование в Бухаресте. Потрясающе, что вы их помните до сих пор. Да, и они интеллектуально были румынами, а они попали под эту мясорубку. И, конечно, это были очень противоречивые люди. Но я от них узнал, что заниматься интеллигентной деятельностью можно только на интеллектуальном языке. И, к сожалению, очень многие люди здесь, которые в муках хотят прийти к тому, что есть румынская литература, которая является европейской литературой. Очень европейской литературой. И когда эти люди являются судьями, прокурорами и так далее, и пренебрегают языком, пренебрегают этим интеллектуальным инструментом, и они думают, что могут судить на любом языке, на языке, который говорят простые граждане. Это невозможно. Это невозможно. А я это говорю русскоязычному населению, потому что у меня есть много друзей русских, особенно в авиации. Один из этих людей даже могу считать его родственником, близким родственником. И мы общаемся только на русском. Потому что не только. И мы никогда не говорим о политике, потому что у нас, наверное, разные мнения. Вы у вас массы о поводах профессиональной дискуссии. Да, но у нас, я поэтому и говорю этому обществу, что у нас есть другие многие темы отличной политики, в которых мы можем посмотреть друг другу в глаза, как люди, и общаться. Когда вчера появились первые намеки, что наша мадемуазель-президент вечером выступит с неким обращением к нации, какая была у вас первая реакция? Я вспомнил 89-й год, хотя параллель, конечно, совсем. То есть я не привожу параллель, конечно. Это разные люди, разный контекст, разные времена. Но есть что-то, которое мне напомнило. Я вспомнил глупость Чаушеску, когда он решил выйти на площадь. На площадь на балкон? Да, да, и выступить перед народом. То есть моя реакция была, я был ошарашен этим. Ошарашен в позитивном плане? Нет, глупости. Это глупость. Вы понимаете, призывать людей на такое собрание... Вы знаете, наверное, этот фрагмент моей жизни. Я был на войне, и на войне есть два вида куража. То есть геройство солдат. Молодого и старого солдата. И опытного солдата. Опытный солдат тоже геройствует, но он действует с риском, он понимает риск. Есть такое слово расчетливость. Расчетливость. Он понимает этот риск, он понимает, чем это может закончиться. А есть геройство молодого солдата, который он вообще не понимает, что может с ним случиться. Если он останется жив, может быть, он еще... Орвет, я не хочу там разорвать. Да, то есть это глупость, то, что заявила моя Санду. Почему? Потому что такое собрание. Нам нужно такое собрание в Республике Молдова. У меня даже есть политический план насчет этого. Я считаю, это государство несостоявшееся. Я считаю, что пришло время Второй Республики. Франция на Пятой Республике. Я считаю, что пришло время. У меня есть целый проект, но никто не хочет его услышать. И я там не парюсь, не хочу даже много говорить об этом. А мы сейчас поговорим об этом. Но нам нужно такое собрание. Но это собрание может произойти в конце наших ссор, передряг, после того, как мы поссорились друг с другом и все выяснили. Потом пришли к общему национальному консенсу. Пришли на площади, решили, что... А что вы вчера почувствовали в заявлении Майи Григорьевны? Нарциссизм или отчаяние? Я думаю, что это отчаяние, смешанное с глупостью. Потому что... Но это убийственная характеристика для политика. Да. То есть, понимаете, после года неуспешного, не то что неуспешного, очень плохого общения с обществом. Этот человек не общался с этим обществом. Этот человек сделал столько просчетов, столько, что я не могу понять. Но я... Давайте я выскажу. То есть, ну это не для того, чтобы их спасти. Для того, чтобы мы не... А их можно спасти? Нет, невозможно. Их уже невозможно спасти. Их, вы говорите, с администрацией или пас? Пас вообще. То есть, вот то, что... Потому что, говоря авиационным языком, они уже прошли точку невозврата. Они уже ее прошли давно. И сейчас призывать людей на прошлое... Я еще надеюсь на то, что они откажутся от этого собрания. Я еще надеюсь, что они откажутся от этого собрания. А мы сейчас тоже более подробно обсудим эту тему. Скажите мне, пожалуйста, вот я со вчерашнего вечера, с 19.00... Потому что у нас сегодня должен был быть другой гость. Я открою уже карты. И когда я услышал Санду, вот первая фамилия, которая мне пришла в голову, кого тотально переформатировать из сценария эфира, это были именно вы, Господь свидетель, небеса свидетеля. Потому что я мог пригласить любого представителя из оппозиции, из того же ПАС. Но мне показалось, что более интересное, я бы сказал... Я бы использовал даже слово юморной и искрометной дискуссии, диалога, нежели Серджио Макану. У меня сегодня вряд ли получится. Спасибо. Я вот собрал за, считайте, за сутки, за сутки один час, с 19.00-20.00 сегодняшнего дня, вот всю палитру и всю гамму людских чувств, от поклонников и фанатов ПАС и лично Майя Григорьевна, до людей, которые не воспринимают никак на генетическом уровне. Оптимизм, пессимизм, разочарование, тревожные ощущения, вплоть до того, что Майя Григорьевна с вчерашним заявлением потопила Молдову как никогда близко к гражданской войне, не дай бог, или к гражданскому противостоянию, и вплоть до, люди просто реально боятся, особенно люди старшего поколения, получил где-то к 20.00, когда я шел уже, поднимался в студию, было около 117-118 сообщений. Это ровесники их родителей, которые очень боятся, что тем самым, или будет стенка на стенку, или в Кишиневе, не дай бога, рванет наш провинциально доморощенный Майдан. Что вы об этом думаете? Нет, я, зная Молдаван, я уверен, что стенка на стенку не будет. Я другого опасаюсь. Я опасаюсь, что часть людей сразу сядут на чемоданы и уйдут. Отсюда как ушли очень многие. После всех этих мотов из-за разочарования. А, Кишинев, вокзал Бухареста или Италия? Далеко, да. То есть, куда хотите, во всей Европе, по всему миру разбежались. Молдаване и разбегутся дальше. А некоторые прямо с площади уйдут туда. Потому что это будет очень большое разочарование. Я не уверен. Понимаете, дело в том, что в Молдове таких стычек не было даже в 90-е годы. Чтобы были такие стычки, должно быть неприязнь на бытовом уровне между этими людьми. Его нет, по славу Богу. Да, у нас никогда не было на бытовом уровне каких-то таких. У нас по идеологическим причинам у нас были. И у нас очень фрагментированное общество. Я очень удручен тем, что вот эти фрагменты общества, они между собой не общаются. Они не общаются из-за элит. Из-за людей, из-за элит, которые живут какими-то выдуманными нарративами. Вот я не поверю никому. И вот этот клише, который люди говорят. Вот политики занимаются тем, что они раздробляют это общество. Это неправда. Политики не раздробляют это общество. Это общество раздроблено. Политики не занимаются тем, чтобы... Не цементировать страну. То есть, они не обсуждают между собой. Они фрагментированы. Они не обсуждают больные темы этого государства. И того, что на наших телевидениях нет этих дебатов, ссор, даже прямо ссор. Вот нету этих дебатов, которые пошли потом. Ведь понимаете, дело в том, что нам надо все, что у нас накопилось в этом обществе, чтобы оно вырвалось, как нарыв на телевидениях, в публичном пространстве, где люди... А у нас люди... Вот чтобы такое не сказать. Вот чтобы это... Нам не надо этим заниматься. Нам нужны... Нам нужны... Поэтому я и говорил, что я больше люблю... Не потому что я не лукавлю. Я больше спокоен, когда меня критикуют. Мне нравится, как любому человеку, когда... Но я не артист. Я не должен понравиться. Я думаю, что политик вообще не должен нравиться. За политикой должны люди голосовать за то, что они поймут, что этот человек может хорошее что-то сделать для них. Вот Майя Санду понравилась. Я вот абсолютно уверен в том, что вы не хуже меня знаете состав по персоналям, состав администрации госпожи Санду. Вот хоть убейте, я не вижу сегодня человека или группу интеллектуалов в его окружении, которые бы смогли разработать ее вчерашний спич. А если не они и не она, то кто? Это представители Бухареста, это представители Брюсселя или это американцы? Я могу сказать вам точность. Кто это сделал? Это сделали одна организация под названием СИП. СИП? Да. Зачем? А потому что Майя Санду в разработке. У них такого пассажира давно не было. Вы говорите профессиональным языком. Пассажир – это человек, за которым ведется постоянно наблюдение всеми возможными и невозможными средствами и способами. Подождите, директор СИБа же ее, как Кирилл ВАМВД. А при чем тут директор СИБа? При чем тут директор СИБа, когда там, вы думаете, он чем-то там управляет? Не уверен. Это не реформирование СИБа и так далее. Все, что ей ложили на стол, она все сделала до сих пор для того, чтобы система выжила. И сегодня система, они проиграли эту войну, сегодня система пойдет в контрнаступление. Ей подсказали, что ты идешь в контрнаступление против бандитов, против Шора. И она на это повелась? Она повелась на это. Она повелась, как ни странно, она повелась на это. Вот опять же, я хочу, чтобы мы поборолись немножко вот с этим. Мы, конечно, провинции, от этого никуда не денешься. Но мы должны хоть немножко бороться с нашими провинциальными представлениями об этом мире. Я не говорю, что у американцев, у других нет своих интересов. У них они, конечно, есть. Но не по отношению к Молдове. У любой период интересов и задачи. Да, но Молдова сегодня, особенно вот в этом жутком состоянии войны, Молдова сегодня не является какой-то целью для того, чтобы терять время на это и заниматься этим. То есть мы должны посмотреть вокруг себя. Потому что у нас бандиты сильнее, чем американцы. На месте сильнее, чем американцы. Если вы, не дай бог, попадете к каким-то бандитам, для вас американцы, немцы, русские, уже ничто не означает по сравнению, какая опасность у вас исходит от этого. Вот так и мы. У них такого пассажира, как Майя Санду, давно не было. Ее обыграли на пальцах. А она понимает, что ее же служба безопасности, которая, по логике вещей, должна хранять это государство в течение, в режиме ностоп, как и ее. Ее и разрабатывает, и подставила, и, наверное, ее гробит рано или поздно. Сто процентов. Так, на это все и рассчитано. Я думаю, что это собрание, если она не откажется от этого собрания, это может быть лебединая песня для нее. Вы считаете, что с вчерашним обращением к нации она на себе, как на президенте, и на президенте второго срока поставила большой журный крест? А нет у нее шансов на второй сроке. Я думаю, что она даже не рассчитывает на это. Я думаю, что она мечтает стать каким-то... каким-то служащим, не служащим, а каким-то... Клерком в мировом банке? Да. Вернуться обратно в Африктор? Да, при чем тут мировой банк? Нет, это мировой банк для нее и для тех, которые ее взяли. Там было недоразумением. При чем тут мировой банк? Она хочет стать каким-то клерком в европейские структуры. А зачем же тогда столько пафоса и рекламы в отношении 1 июня, когда должно слететься чуть ли не 50 европейских президентов? А что это такое? А я понятия не имею. Я не знаю, что для меня важный результат. А это инициатива Макрона. Это инициатива Макрона. Это инициатива Макрона, которую, я думаю, что после войны про нее забудут, про эту инициативу. Но он пришел с этой инициативой. Тогда он этой инициативой про политическое сообщество государств Европы. Эта инициатива. Это же второй форум этой инициативы. Да. То есть, это инициатива Макрона. Но Макрон, у меня субъективное мнение про Макрона, и он не является таким искренним и очень отзывчивым другом Молдовы. Он очень хорошо поиспользует Молдову для того, чтобы продвигнуть эту инициативу. Но нам эта инициатива, не думаю, что она может быть для нас такой интересной инициативой. Потому что Макрон как раз предложил эту инициативу, когда Украина настояла на свой статус кандидата в Евросоюз. И тогда он пришел с этой инициативой для того, чтобы избавиться от этой инициативы Украины. Я не знаю, если эта инициатива нам так интересна, как государству. Это более интересно Макрону. И тогда, может быть, она играет. Люди, прекрасно знающие, что такое внутренняя и внешняя французская политика и кулуары этой политики. Я не помню, у кого в мемуарах я это прочел, но человек сказал блестяще. Большая французская игра закончилась с уходом в лучший из миров Франсуа Метерана. Мы уходим на рекламу. Она продлится быстро. И мы продолжим. Я думал, что я ошибаюсь. Я думал, что я субъективен. Поэтому проконсультировался с большим количеством, поверьте, моих коллег-журналистов, которых я знаю уже лет 30, и с большим количеством политологов, в том числе молдавских политиков. Из партии власти и из оппозиции. Ну, точка зрения оппозиции понятна и предсказуема. Согласны ли вы с утверждением, что с неожиданным для всех, абсолютно для всех, назначением Дарина Павловича Ричана, премьер-министра республики Молдова, у многих сложилось ощущение, что американцы, как старший брат, начинают Майю Григорьевну потихонечку сливать? – Нет. У меня не сложилось такое мнение, потому что американцы тут опять ни при чём. – А кто при чём? – Наши ребята, которые… То есть все эти нарративы про американцев, про немцев, про всё это, они существуют. Я признаюсь, я уверен, что американцы существуют, но не для нас. Они существуют сейчас для украинцев 100%, для Европы существуют. Они существовали и раньше для Европы, планом Ленд-Лизи, маршалом и так далее, и так далее. Но для нас они не существуют, американцы. Для нас существует эта система бандитов и воров. – Я уверен, что всё то, что… И я предлагаю, вот я учился на физико-математическом факультете, и меня очень хорошо учили эту операцию… – Потому что у вас особый склад ума росла. – Нет, нет, ну операцию, когда… То есть не сложить всё, а упрощать всё. То есть если даже есть какие-то интересы из них, я предлагаю всем упрощать до наших мафиози, до наших структур мафиозных, которые… – Всё предельно банально и просто. – Всё банально и просто. – Молдавская мафия нестребимая и вечная. – Всё банально и просто. И они всегда будут покрываться американцами, немцами, Богом. Я видел одного судьи, который выходил и рассказывал, как он судит всех во имя Бога. И когда я слышу, они же все являются, эти бандиты в Молдове, те, которые занимаются наркотиками, сигаретами и так далее, они же всё упрощивают, все эти рассказки про американцев, про всё, и этот Ричан не более, чем молдавский, очень такой повёрнутый, и как этот винт, когда крутишь винт. – Болт. – Да, болт. Болт молдавский. – Не более. – Который не более. – Не более. – А насколько сегодня для Майя Сандо представляют угрозу Игорь, качество его отчества Иванович, Игорь Иванович Гросс, нынешний председатель Молдавского парламента по образованию и историю, говорят, что он просто повёрнут и завёрнут на вождизме и мечтает рано или поздно взять паспорт и тотальный контроль. – Смешно. Смешно, наверное. Дело в том, что из того, что я знаю, что там происходит, она не общается, она не общается ни с кем. – Даже с вами окружениями? – Она очень трудно общается с людьми. То есть она интровертит, такой человек, который живёт в своей такой оболочке. И всё то, что у нас происходит, от того, что она не общается. Она не советуется, не общается. У неё есть очень узкий круг людей, с которыми она общается, и глупость за глупостью. Ведь то, что они сделали до сих пор, они же отказались. Я поэтому и надеюсь, что они откажутся от этой авентюры с этим собранием. Потому что эта авентюра может привести к очень больным для нас последствиям. – Да, но в окружении госпожи Санду, и мы оба это знаем и понимаем, есть одно лицо с особым статусом, который Майя Санду тянет за собой, как в том пристопам, в этом старом советском анекдозе, чемодане без ручки. Нести тяжело и выбрать, и жалко. Я об Андрея спыну. А чем он так себя проявил, что от министра генсека Маппарата президента он гений, может быть, а мы этого не знаем и не понимаем? – Деньгами. – Расшифруйте? – Деньгами. – Расшифруйте. – Человек покрывается тем, что он делает какие-то переводы технические и так далее. Но я знаю, что он специалист по отмыванию денег. И не только он. – А если он подаст после сегодняшней передачи на вас суд, будете отбиваться? – Ну, пусть подойдет в суд. – Да, это будет интересно. – Но он сначала пусть разберется со своими уголовными делами. – А вы серьезно полагаете, что уголовные дела будут доведены к конца? – Я… – Их четыре или шесть, я не помню. – Нет, но это рассчитывать нельзя, потому что он может откупиться так же, как откупаются другие. Но, если вы заметили, он сбросил вот это в… Вот я думаю, что любой бы другой человек во времена Плохотнюка или Воронина сказал бы такое, что сказал Спыну, разорзился очень большой медийный скандал. Они все это покрыли. Быстренько, быстренько все это прикрыли. А вот есть у нас газетенка такая, она называется, сейчас я просто так в шутку скажу, «Зиару Кузгарде». Румыны поймут, что я говорю. – Да, знаю. – «Зиару Кузгарде», который сегодня ловит полицейским таким порывом, ловит одного бизнесмена, который убежал от Уорона. – Китчин, пардон, боюсь ошибиться на названии Копани, который произвел кухонную мебель для Молдовы и многих стран. Это была забавная история. – Да, и они его ловят везде. Они пишут в своей газете, что вот он убежал от полиции, его надо поймать и так далее. Это те же люди, которые говорят, что у нас вся система коррумпирована. – Это было забавно. – Это те же люди, которые говорят, что вся система коррумпирована. Пусть ловят Спыну этого человека, потому что я в той камере, хата по-нашему, базар по фене, я его изучал, в тюрьме, в той хате, где я сидел, там был человек, который ушел за полгода до этого в суд, в Рыжканске, тоже мебельщик, тоже бизнесмен, занимался мебелью. Так он вышел из этой камеры, сказал ребятам, до свидания, я больше не вернусь. Они подумали, что он, может быть, где-то заплатил и так далее. Но он сбросился с четвертого этажа и умер. – То есть, покачал же самоубийство. – Да. И я, когда услышал, что этот человек убежал, я был рад, что этот человек не покончил жизнь самоубийством. Потому что то, что я видел, показывали камеры, которые его снимали, этот человек ушел в ужасе. Он сбежал просто от этой системы. – То есть, он понял, что его ждает? – Да, понятно. Потому что если Стояногло говорил, что он не будет сажать бизнесменов, их не надо сажать. С них надо требовать, чтобы они платили исправно налоги. То есть, опять начались же те же передряги. А пресса даже не захотела хотя бы поинтересоваться о другой версии. А может быть, это полицейский и прокурорский беспредел насчет этого бизнесменов? – Возможно. Поэтому, кстати, если он нас смотрит или узнает, или услышит от своей семьи, родственников или адвокатов, я делаю ему официальное предложение. В студию не приедет, потому что вы за ним приедут. Меня спокойно можно найти через социальные сети. Встретимся, договоримся на территории того же Приднестровья. С удовольствием возьму у вас, пардон, я забыл, как его зовут. Я возьму у него интервью, пусть расскажет о беспределе. Но, слушайте, мы же не наивные люди. Мы же прекрасно понимаем, что когда ты возбуждаешь 4 или 6, могу ошибиться, от 4 до 6 уголовных дел по таким фигурам, как Спыну, никогда не поверю, что это решение какого-то прокурора, следователя, низшего или даже среднего звена, кто-то могущественный должен дать подобный приказ или распоряжение. Кто этот могущественный, айперсона Х, который начал копать в церкви? – То, что происходит со Спыну, это мне говорит только об одном, что система пришла в себя после… – Двух лет тряски? – Да, пришла в себя, и она сейчас пойдет в контрнаступление. Не Майя Санду на митинге пойдет в контрнаступление против них, а они пойдут против них. – А вы, когда говорите с теми, вы подразумеваете только службу информации безопасности или НЦБК? – Нет, НЦБК, прокуратура, прокуратура и большая часть судейского корпуса. – Это только если не вернется в Стояногу. – Хорошо, стоп, стоп, стоп. Сейчас раз пошла такая пьянка, говорят в Одессе. А вы думаете, что Стояногу дадут вернуться? – Они… – Я знаю много о Стояногу, потому что ваш покурный слуга его сопровождал информационно. Мы встречались за несколько дней до его ареста в его кабинете в прямом эфире наших коллег. И он сказал то, что сказал, и когда его прессовали, держали последствия, он очень хочет быть у нас, но у меня сложилось ощущение, то есть он хочет сидеть на вашем месте, и чтобы мы общались, он готов раскрыть многие карты и скобки, но у меня сложилось ощущение, что он чего-то ждет и ждет чего-то очень важного в своей карьере. Я не знаю, честно, что это такое. – Я думаю, что его тактика правильная. – Все дела, которые открыли против него, они все треснули до сих пор, ничего не идет. По главному делу, которое они обвиняли, что он получил от Платона… – Большой Айкадо Платона. – Да, да, да. – То есть это все, уже можно считать, что этого дела нет. И все, но как они остановят его? Будет решение Европейского суда, и он вернется. – Так вы же понимаете, что в данной ситуации… – И они были бы рады, если бы Стояногу, вернувшись, начнет им мстить. А Стояногу, я уверен, этого делать не будет. – А что он будет, когда вернется в кресло генпрокурора? Вы лично чего от него ожидаете? – Возвращение Стояногу в систему, само возвращение, это будет большая отрезка, не только для них, а для некоторых прокуроров, судей и так далее. Потому что Стояногу, хотя он рос в этой системе, он не системный человек. – Да, да, я известно. – Он не системный человек, и кроме этого, он не тусовался с молдаванами, у него нет кумовей между молдаванами, он чужой, в хорошем смысле. – А он слишком правильный для республики Молдова, я бы так сформулировал. – У него есть шанс. Чуть ли не единственный, у кого есть шанс, это у него. – То есть второе дыхание у Александра Дмитриевича откроется после того, как будет вынесено окончательное бесповоротное решение Европейского суда по правам человека. – Можно и так сказать. – Помогите нам разобраться, потому что мы ломаем голову, ломаем голову уже несколько месяцев, мы так ничего и не поняли. Мы живем в очень странной стране, где нет массы ответов на массу вопросов, начиная с событий 7 апреля 2009 года и заканчивая падением Натальи Гаврилица и ее правительства. Почему пала Гаврилица так неожиданно для всех? Какие были кулуарные течения или тектонические сдвиги, что она так нежданно негадана после триумфального возвращения из Брюсселя, буквально через пару дней, упаковала вещи, помахала ручкой и сказала «адью». – Я не знаю. Я могу только предположить, что ей была уготована судьба такая с того момента, когда Ричан вернулся в президентуру. Из того, что я знаю, Майя Санду в этом смысле очень странный человек. Она общается только с некоторыми людьми, среди этих людей есть Ричан. она отмыла этого Ричана как могла тем, что он был рядом с ней и там ей. Люди позабыли немножко о том, что с ним происходило раньше. У нее есть еще и негрудца, который на зарплате у «Газпрома», у «Молдова ГАЗ» в 6 тысяч евро в месяц. – Это точно? Это достоверно? – Да. – Так у него же есть это, у него 120 тысяч лей в месяц. Он получает зарплату оттуда. – Это 6 тысяч евро. Шикарно. Кастерит «Газпрома» получает зарплату «Газпрома». – Нам надо поверить в то, что Майя Санду живет на свои 17 или 18 тысяч лей, когда ее советник получает 120 тысяч лей, оплоченные через тарифы молдавских… – Наши. – Вы платите, мы платим, все платят. – Почему я говорю в том контексте, что невозможно знать, что придет Майя Санду в голове завтра или послезавтра. – Вы о том, что она хаотична или она непредсказуемый человек? – Она непредсказуемый человек. Она сама не знает, что она сделает завтра. Это просто уму непростижимо. И при этом у нас есть масса людей, которые сделают ее иконой, любят ее. Представляете, сейчас, наверное, вашу передачу смотрят меньше тех, которые любят Майя Санду. – Я не знаю, но мы честно выполнили свою задачу журналисту и нашего визы. – Вам не показалось странным достаточно загадочное перемещение двух, скажем так, непростых персон, то есть одного из администраций Санду в правительство господина Наричана и увольнение человека Санду в правительстве Гаврилица буквально через несколько дней, как господин Наричан стал премьер-министром. Притом достаточно жестко. Открою карты. Марин Антонович Чубанов, который был отцом-основателем, наверное, самой известной, самой успешной, самой состоявшейся свободной экономической зоны Белц, он ее создал и управлял 13 лет. Привел массу немецких, японских компаний с мировым именем, с репутацией, с серьезной торговой маркой. Госпожа Санду, если не изменяет память в сентябре-октябре прошлого года, продавила его назначение. Ну, в данной ситуации, в хорошем понимании слова, продавила на должность гендиректора Национального агентства привлечения иностранных инвестиций. Более того, пригласила его с собой за компанию в Токио в декабре 2022 или в январе 2023. И тут господин Ричан становится примером и его просто увольняют. И перемещение несколько недель назад очень загадочной фигуры, я бы его назвал так, человеком Берлина в окружении кандидатов в президенты Санду и Санду два года президента по имени Мартин Зик из команды Санду в команду Ричан. Вроде бы не министры, вроде бы не вторые спыну, нет связи с Газпромом, но эти перемещения говорят о многом. Почему так? Не знаю. Я Чабани очень мало знаю. Знаю этого человека, так видел, сдалека. Но для меня там есть другие очень странные назначения. Странные, если бы не в другом контексте. Скажем, Серитяну Врагалёв. Серитяну Врагалёв министр. Финансов, кажется. Или что-то путали. Нет, это там, где был сплено. А, инфраструктура. Да, я уже. Её муж Серитяну замешал в краже миллиарда. Он один из фигурантов по делу кражей. По делу миллиарда. По делу миллиарда. Один из фигур, значимых в делах по краже миллиарда. То есть, я вот эти назначения, вот как их понимать, когда люди, которые... Это хороший вопрос. Да, это как их понимать. Это вопрос морали и этики поведения большой молдавской политики. Да. А моя Григорьевна с утра до вечера говорит из каждого утюга в этой стране, что надо бороться с коррупцией. Да. И опять я говорю о том, что она непредсказуемый человек. Она себе не принадлежит. И система, в принципе, сегодня так потрусила головой, и всё, она идёт. Мы в период контрнаступления всей вот этой системы на эту власть. И не потому, что я их жалею или я... Но дело в том, что мне надо сказать, потому что, наверное, многие люди радуются, что я столько говорю про Майя Санту. Дело в том, что с политической... То есть я отношу себя к тем же идеям, которые говорили Майя Санту, что они как бы их предвигают. Хотя они это всё делали коряво. Я не услышал от них доктрин, я не услышал от них какого-то идеологического, какого-то составляющего стратегии и так далее. Но где они там заявляли, это я тоже проевропейский. Я считаю, что место Республики Молдова в Европу. Я считаю, что Республика Молдова потеряла год в своём продвижении в сторону Европы. Я считаю, что Республика Молдова повела себя очень неадекватно по отношению к войне в Украине и по отношению к этой агрессии России против Украины. Я считаю, что она повела себя очень недостойно в первые дни войны, и у них не было никаких стратегий. И я считаю, что этот год должен быть годом очень больших свершений. То есть, чтобы достичь такого собрания, которое она хочет делать, это надо было как работать в этой стране и объединять людей. Это надо было пахать два года подряд. Это надо было пахать, это надо было быть в Бельце, в Камрате, это надо было говорить со всеми людьми и так далее. Я считаю, что людей наших надо избавить... Вот вы сегодня говорили о наших, как бы, ну не врагах, но людей, которые имеют здесь интереса и которые стоят за делами вот этих, которые у власти. Я хочу сказать в вашем эфире, я где могу, борюсь с этими нарративами, которые существуют. Там команда этого... То есть, у нас люди живут этими конспирологиями, что там... Я любимое занятие у многих, это правда. Да, то есть, там срашисты, там вот эти американцы, госдеп, американцы каждый день сидят и думают... Пультинисты, цароушники, массатовцы, все что будет. А у нас все банально. У нас эта армия Попов в Республике Молдова, 15-я армия, я ее называю, она страшнее атомной войны в Республике Молдова. Потому что ту ментальность, которую они прививают людям здесь, в Республике Молдова, нам никогда не дадут избавиться от этого болота, в котором мы оказались. Никогда не дадут избавиться от этого болота. Я думаю, что... Я даже предложил, что бы я видел на этом собрании. Но не на этом, а на собрании, которое было бы подготовлено, которое было бы распахано... Вы подаете власти сейчас бесплатные советы от Сергея Маккана. Единственный совет, который я им даю, бесплатный совет, отказаться от этой затеи, отказаться от этой авентюры, потому что она выйдет нам Богом. Пас, с вашей точки зрения, это сегодня настоящая и истинная партия власти или секта? Ну, секта, которая находится у власти. Секта в том смысле, что они не общаются. Они общаются только в своем узком куру. Мы это уже поняли. А давайте все же вернемся к воскресному миру 21 июня. Сегодня же появилась хохма. То есть, во-первых, очень многие наши отечественные политологи, уважаемые люди, как бы к ним не относились из-за их позиций, у них есть позиция по отношению к тому, что сегодня происходит в Украине. Людей надо уважать за то, что они имеют смелость его высказывать публично, никого не боясь. Подвергли сомнению и посчитали, что Майя Санда вчера своим заявлением совершила или стратегическую, или роковую ошибку. Ну, вот давайте себе представим ситуацию, что... Да, и вторая часть уже хохма появилась. Это воскресенье 21 мая, а 24 мая у Майи Григорьевны день рождения. Почему? 24 мая. Да, и вот типа вот она решила себе с бухты барахты сделать такой необычный подарок на день рождения. И все же. А серьезно, что может быть. А серьезно. Окей. Воскресенье 21 мая. Вот все собираются на площади Великого национального собрания. А все кто? Вот это интересно. А вот я хотел расшифровать местоимение все. И я хочу вас спросить. А вот представьте себе абсолютно глупую и тупую ситуацию. А не минимум рассчитывая, но минимум на 100 тысяч человек. Президентский проект, призыв главы государства. А тут собралось 20-30 тысяч человек. И что дальше ты будешь делать как президент и глава правящей партии? Дело в том, что я напомню нашим людям, что буквально несколько дней тому назад Майя Санду говорила о том, что у нас существует безопасность. То есть есть очень большие опасения насчет безопасности Республики Мандура. Да, мы слышали историю с русскими инстантами, которые так и не поймали. Эти черногорцы, черногорцы. От Кадыровцев чуть ли не до Спасназа Горова. И сейчас она что, их провоцирует сейчас или что делает? Это провокация? А может вернемся к вашей версии, что ей просто ее друзья в кавычках в Сибе дают достоверную информацию, чтобы она выглядела глупо? Сто процентов. Она уже выглядит глупо, хотя бы по отношению к тому, как она хотела реформировать юстицию. В этом вопросе юстиции это полнейший крах, который нам еще откликнется. Это такой крах. Это такая большая проблема. Знаете, как сказал один из моих собеседников, реформа юстиции в Республике Молдова стала матерным словом. Да, к сожалению. И я говорю о том, что нам... Я не знаю. Я, правда, для политики это неправильно говорить, что я не знаю, что делать в этой ситуации. Но я честно говорю, я не знаю, как нам выйти из этой ситуации. А вы бы как вышли, если вы поняли, что вы попали в очень неприглядную, нехорошую, дурацкую ситуацию с непродуманным заявлением и обращением к нации? Вы бы на ее месте как поступили? Я бы в эту ситуацию не попал бы. Я бы в эту ситуацию не попал бы. Поступите сейчас как джентльмен. Опять же, с авиации термин, то есть хороший полет – это тот человек, который не попадает в эти ситуации. В такие ситуации. Потому что она загнала, вот я опять же, авиационным языком, она загнала себя в мешок. То есть это когда нарушаешь все параметры самолета, и когда ты уже, что бы ты ни делал, это окажется… Патовая ситуация. Да. Она оказалась в этой ситуации сегодня, что-то советовать ей, я не знаю, что… А вы не хотите быть джентльменами, просто простянуть даме руку помощи, раз она попала в такую ситуацию? Я единственное, что могу посоветовать ей, это я не делаю ей благо, я пытаюсь это сделать благо этому обществу, чтобы она отказалась от этой затеи, этого собрания. Как прикрыть это все? Как найти мотивацию? Что придумать, чтобы народ… Ну, не народ, народ – это громко сказано, что твои сторонники не начали в твою сторону свистеть? Не, ну, понимаете, дело в том, что ей не трудно будет отказаться, она же уже отказалась от многих глупых инициатив. Она не дорожит своими инициативами, она непредсказуемый человек, она может отказаться и от этого. Она уже попадала в такие дела, но пусть она уже откажется от этого, потому что это… Это я не знаю, то есть ситуация может быть непредсказуемой. Вы остаетесь после часа нашего общения в прямом эфире TVC-21 при своем мнении, что если она не откажется от своего вчерашнего вызовления, то она прошла свою стратегическую бесповоротную точку невозврата. Да, она уже прошла, она уже прошла. Будущего у нее нет. Она может только рассчитывать на то, чтобы спасти уже, что можно спасти уже после пожара. Я хочу вам озвучить несколько фамилий. Вы скажите, кто из этих людей представляет сегодня наибольший риск и наибольшую угрозу для Санду, ее администрации и всей ее власти? Владимир Пахотнюк, Вячеслав Платон, полковник Кавкалюк, тандем Шор, Таубер, Ион Чабан или Ион Кику? Хорошо, что вы их вместе свели. Идодона сюда надо поставить. Пардон, я, наверное, попустил его фамилию. Идодона, да. Вот сейчас, может быть, и вот эта шайка уже вся вместе, наверное. А не всем вообще угрозам? Нет, ну самая большая угроза для Майя Санду представляет Майя Санду. Больше угрозы на этом свете, чем сама она сама, нету для нее. Но вы понимаете, что если из того, что вы говорите, иметь супернепредсказуемого президента, это вообще угроза национальной безопасности? Ну, я думаю, что мы живем в этой угрозе национальной безопасности уже очень много лет, потому что мы не состоявшееся государство. Единственное, может быть, что может случиться, что крах вот этой власти может привести нас к ситуации, когда мы можем собрать учредительное собрание и отказаться от Первой Республики Молдова, которая не состояла. Ну, я думаю, что у нас будет за вами повод поговорить о вашей инициативе «Вторая Республика». Мне кажется, это очень интересно, предельно аппетитно и вкусно уже предлагаю после 21 мая, потому что это будет длинная дискуссия, что мы ее смогли посмаковать столько, сколько нужно. Что вчера… Нет, только если вы мне дадите возможность сказать. Я не хочу, чтобы у людей сложилось впечатление, что критикуя Майя Санду… Вы подвигируете со совместом? Нет, не в этом. Я об этом не парюсь. Я знаю, что говорят люди Майя Санду, эти троллы, что я там чуть ли не человек Додона или Шора… Я вам сейчас прочту одно милое сообщение, которое пришло и вам, и мне сегодня. Да, нет, нет. У меня человек Шора… То есть, я понимаю, что коллективная память, она очень короткая, но настолько… Они мне приписали даже к Плохотнюку, от которого у меня под секвестом вся имущество до сих пор. До сих пор? Да, но это другое, я не буду об этом. Я только хочу сказать, чтобы у людей не сложилось впечатление, что у нас есть альтернатива. Что вот тех, которые вы назвали всех вместе, очень хорошо, что вы в одну турбинку всех поставили или разложили. То есть, эта шайка не может быть альтернативой этой власти. А кто может быть? А то совсем печально. А нет альтернативы. Нет альтернативы. Нет альтернативы. Люди влюбляются в таких политиков. Часть людей любит Майю Санду, и часть людей любит вот этих Дадона и так далее. А Дадон это… Но вы знаете, вот когда мне говорили… Вот даже мои друзья украинцы говорят иногда… Говорят… Ну, вы понимаете, говорит Серджио. Вот вы понимаете, вот вы говорите так про Майю Санду. Мы можем согласиться, это ваша страна, это ваше решение. Но понимаете, все что… А если бы был Дадон, а я говорю, а если бы был Дадон, мы уже дрались бы. Мы уже бы дрались. Потому что в первые дни войны, в этой студии, я пришел сюда. Даже война не началась. Когда я говорил о большой опасности, которая есть в этом мире. Я приходил с удовольствием и к вам пришел, и не хочу этот месседж передать. Потому что я говорю для русскоязычных людей, которые многие из них почему-то отождествляют себя с россиянами. Хотя они не россияне, они уже молдаване, они живут здесь. И отношение мое к ним, это как к моим согражданам. И эти люди, когда они бы услышали этих лидеров по телевидению и так далее, понимали, что для них угроза вот эта война такая же, как и для украинцев и для других людей. Я надеюсь, что режим Путина и России является очень большой опасностью. Это в действительности. Я не могу. Что Майя Санду спекулирует на этом, это другое. Это другое. Я не могу вам это не зачитать, как и нашим телезрителям, потому что мы договорились, что вы сегодня будете предельно откровенно раскроете многие скобки, многие кавычки, чтобы люди знали, где они живут и с кем они живут. И не строили иллюзии. Я надеюсь, что человек, который написал меня за это, простите, не бить, это Иван Дьяков, уважаемый прокурор. Да, да, да. Прокурор Министерства Кишинева в продолжении. Он сейчас смотрит, оказалось. И он пишет неоткрытым текстом. Цитирую дословно. Иван Георгиевич, простите, если это касалось меня, но мне кажется, это тема общественного резонанса. По поводу побега из-под зала суда господина, который руководил этой мебельной компанией. Прокурора, который расследует дело в отношении Шарранга, если я правильно не путаю фамилию, по кухонной мебели. Я, Дмитрий Иван Дьяков, в 2011 году выгнал за вымогательство взятки. Его зовут Висталий Костишану. Коррумпирован до мозга костей. Спасибо, спасибо. Этику неожиданные повороти. Нет, спасибо большое, потому что я из того, что я знаю, хорошо, потому что людям может показаться, что, может быть, вот этот случай, он не такой уже резонансный. Резонансный. Но я скажу, потому что, как повела себя пресса, определенная часть прессы, это просто уму не постижает. Мы понимаем, как ведется пресса. У меня есть еще субъективное отношение к этому. Я очень внимательно, извините, я просто еще у вас сообщение, чтобы зачитать о вам. Не проблема. Я, может быть, и субъективно отношусь к таким случаям, потому что, если бы у меня была возможность убежать из-под стражи, когда меня вели на суды, я бы это сделал. Тем более, с вашими искусствами пилотированиями. Я бы сбежал. Я поэтому понимаю этого человека, который попал в эту мясорубку. А эти, которые говорят, что у нас все эти органы юстиции коррумпированы, считают, они даже пишут в своих газетах обращение полиции к тому, чтобы люди выдавали этого человека. Не выдавайте. Я говорю, я политик, я отвечаю за свои слова. Не спешите выдавать этого человека. Не спешите этого делать, выдавать в руки этих... Я остаюсь при своем мнении, что я бы с удовольствием сделал с ним интервью. Позвольте зачитать. Вот маленькая ремарка. Я с большим почтением и уважением отношусь к десяти горным заповедям великого Моисея и к заповедям Иисуса Христа. Кроме одного. Вот признаюсь, я эту заповедь не понимаю. И у меня есть вопросы насчет того, что если тебя ударили по правой щеке, поставь левую. Я считаю, что наша нация, наша страна должны знать героев, даже которые нас вами сегодня костерят в преддверии прямого эфира. Я предупредил людей, что я спуску не дам. Я не демократ, я не либерал, и это мне чуждо. Когда меня бьют, я всегда тянусь к самурайскому мечу. Я думал, что это бот. Нет, это не бот. Его зовут Игорь Тарлапан. Он живет в Кишиневе. Он родился в 1957 году. Это все выставлено в публичном пространстве. Поэтому закон о защите персональных данных здесь не действует. В 1979 году закончил Политехнический университет в Кишиневе. Вы же не обижайтесь, потому что если песен вспомним, это касается ТВС-21. Это касается вас и касается вашего поклонного слога. Цитирую. Очередная телевизионная порция идиотизма на ТВС-21. Беседа пациента русского мира, то есть это я, с пришибленным горе-патриотом. Это вы. У наших дураков и подлецов остался, пожалуй, один телеканал, где они могут потешить свои скотские взгляды на жизнь. Я понимаю, что, скорее всего, это любитель евроитеграции, любитель крупного рогатого скота и, скорее всего, теории профессора Ламброза о преимуществе рас и форме черепов. Я просто процитировал, я бы хотел услышать… А вы представитель русского мира? Мне казалось, вы представитель Молдовы. Для чего вас кричит? Нет, так же, как и вас, что вы работаете неплохо, хотя я на Шура. Я слышал тоже версию, что я работаю или на ГАРУ, или на ЦРУ, или на ФСБ, а я, на самом деле, всегда говорю, ребята, я вообще из МОСАДа, поэтому на этом тема и закрыта. Нет, просто насколько могут быть… Когда люди опускаются от таких примитивных суждений, и начинается вот такая бессловесная… Я очень люблю великий и могучий русский язык и румынский язык, литературный. Начинается как бессловесная лабуда, и понимаю, что наша нация начинает потихонечку болеть. И если это не остановить, это закончится очень плачевно. Нет, ну вы понимаете, дело в том, что эти люди не дадут вам, если бы вы даже… Я поэтому вас спросил, если бы… Я не знаю, как вы относитесь к русскому миру, я плохо отношусь. Но если бы даже это было так, эти люди даже вам не дадут возможности… Оправдаться? Не то, что оправдаться, даже не дадут возможности перейти в другой мир. Они вас убьют у ворот другого мира. Потому что, понимаете, русский мир, если об этом идет речь… Русский мир, наверное, рушится сейчас. Для очень многих русских людей, которые живут здесь… Я знаю людей, которые душой и так далее были к этому… Но для них этот мир рушится. И этот мир рушится и в России. Его разрушает Путин. Этот убийца Путин его разрушает там. А тем более здесь, где русские в Молдове, они не являются россиянами. Они… У них есть возможность сегодня… Они счастливы по отношению к россиянам. Потому что, являясь русскими, они являются гражданами Республики Молдова. Они являются в этой части мира, которая имеет очень большие шансы на цивилизованный мир и так далее. А насколько близка к истине версия, которую слышал от многих наших сородичей и соплеменников, что сегодня все мы, граждане Республики Молдовы, независимо от пола, от возраста, от нации, религиозных обеждений, социального ценза, все мы являемся заложниками дальнейшего развития сюжета в Украине. Если побеждает Киев, это сценарий А. Если побеждает Москва, это сценарий Б. А нету сценария Б. Вы верите? Нет. Киев побеждает. Не то, что Киев побеждает. И что, Крым вновь станет украинским? Сто процентов. То есть не только Киев станет, не только Крым станет украинским. Но это же ядерная война. Нет. Это не ядерная война. Это не ядерная война. Давайте немножко... Спасибо, что вы меня про это спросили. Потому что я знаю, что для некоторых людей это больно. Украина победит. Украина скоро победит. Нет. 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 Этот Путин, я помню... У меня даже было, понимаете, во времена Ельцина у меня было ощущение, что Россия, у России есть шанс. Даже с ее пролетарским прошлым. Даже с тем, что нация была уничтожена в зародыше. Даже с тем, что мои соотечественники, даже здесь в Молдове, русские, не говорят на языке Достоевского, которого я люблю и считаю гениальным писателем и так далее. А говорят на этом сленге Путина, на этом полублатном языке и так далее. И это государство, Россия, которое является каким-то сообществом блатных и нищих, ничего больше. Я сожалею, что она такая страна. И я всегда, когда говорю на русском, я всегда надеюсь на то, что, как политик, могу оторвать людей и помочь людям, у которых рушится этот русский мир. Перейти сюда, к нам и жить в цивилизованном мире и, к счастью, смерти украинские, они дают нам этот шанс. Я преклоняюсь к героизму этого народа и считаю, что большое счастье, что они такими оказались. Это очень сложная, это предельно. Я знаю, что это очень сложная. Это жесткая, это очень щепетильная тема. Мы обязательно к ней вернемся на наши следующие встречи. Я вам это обещаю. Скажите мне, пожалуйста, не могу опять же не спросить Сергею Макану о том, что за тектонические сдвиги вчера произошли у наших славных социалистов. Вот возвращение блудного сына, Влона, своей партии по фамилии Додон. Я давно слышал о том, что есть очень серьезная противоречия, что партия социалистов крайние два года разделилась на две фракции. Одну контролировал господин Цирдя, этот ставленник Додона, а другую Батрынча, который вроде бы договорился о негласном политическом сотрудничестве с Майейсандо. Что произошло вчера у них, что Додон опять эту партию возглавил и, скорее всего, будут баллотироваться в президенты следующего года? Вчера был день недоразумений. Вчера был странный день. День сенсаций. Вчера произошли два больших недоразумения. Вчера произошли два больших недоразумений. Это собрание Майейсандо и выбор социалистов. А я сейчас попытаюсь обратиться к людям, которые являются социалистами. Я либерал и демократ. И вот мы с вами общаемся. Вы сказали, что вы не либерал и не демократ. Я либерал и демократ. Это не я, но с уважением все интересного слушания. Да. Я либерал и демократ. Я не являюсь социалистом. И эта идеология мне чужда. Но я обращаюсь к людям, которые искренне верят в эту идеологию. Вот я не могу понять. Они что, не видят, что это спекулянт? Это не идеологический человек. Он в это не верит. Это Остап Бендер, но глупый Остап. Да. Это Остап Бендер. Он ничего в этом не верит. Он не верит ни в социалистов. Единственное, в чем он верит – это в деньгах. Это в деньги он верит. И больше в ничем. Он может продать все и купить все и так далее. Это второе большое недоразумение. Дадон вчера стал… Я думал, что они, социалисты, поняли это. Оказалось, что нет. Как бы я ни относился к Воронину, я плохо к нему отношусь, потому что он посадил меня в тюрьму, да еще хотел посадить моих детей. Это после того, как… Многие вещи. Не будем счастливы. Но Воронин, наверное, верил и верит до сих пор в эту идею. А Дадон спекулянт. Спекулянт чистой воды. Вот это непонятно. То есть, эти люди как бы верят в свою идею, а выбирают вот такого. Вот такого спекулянта. Но все мы жертвы из теоретипов на этой планете. Кто там что-то верит? Я это не могу понять. Ведь потому что… Но у Шора одни старики-разбойники. Одни коррумпированные старики. То есть, они тоже там повелось. То есть, с Шором понятно. А у социалистов же есть идеологические люди, которые еще в что-то верят. Которые в что-то верят, да. Да, как они могут поверить такому? Это очень большое недоразумение. Я считаю, что… Я поэтому и говорю, что альтернативы нет. Альтернативы нет. Я говорю вам, как человек с этой стороны, где находится и Майя Санду, который тоже является очень большим недоразумением. Говорю про ваше недоразумение. Про недоразумение людей, которые верят в эту идею. Напоследок. Потому что вы очень, повторюсь, без обид. Вы очень интересный, искрометный, нестандартный. Я, как я говорю, не линейно мыслящий собеседник. Я понимаю, что тема, как и события в Украине, не менее сложная, еще петильная, жесткая, для многих неприятная. Постарайтесь изложить ее тезисно. После вчерашнего заявления Санду и ее обращения к нации. После вчерашнего возвращения блудного сына Додона в Лоно по СРМ. Насколько Республика Молдова стала ближе к объединению с Румынией? Это очень трудный вопрос. Республика Молдова может объединиться с Румынией только через вторую республику. Только тогда, понимаете, я объясняю людям, которые говорят, вот если разрушится государство Молдавское, мы объединимся с Румынией. Сколько румын живут вне Румынии, и у них нет инструмента государства, и они никогда не объединятся, потому что у них такого инструмента нет. А наши глупцы хотят избавиться от государства для того, чтобы объединиться с Румынией. Нам нужен инструмент государства, а для этого надо укреплять это государство. И я предложил этот инструмент второго государства, который может... Это как хорошая игра на бирже, когда ты играешь на повышение ставок? Нет, я не об этом. Я говорю о том, что если у нас, если мы сможем страдать минимальное, очень сильное государство, это можно сделать, то это государство может поменять и Румынию. Потому что в Румынии вот эта война показала, что Румыния... Что смущает? Не смущает. Я говорю, что Румыния оказалась, что у нее нет... Она не может бороться за свои интересы. Она не знает свою роль. Она ищет уже 30 лет какого-то Чаушеску в Европе, чтобы ему преклоняться и так далее. И думать о том, что Румыния сама может проявить свой интерес к Республике Молдова, это опять же глупо. Знаете, я всегда, опять же, я не истребимый оптимист. Оптимист, это правда. Как говорил классик, меня давно терзают смутные сомнения о нашем солнечном и светлом будущем как страны. Вот реально давно терзают смутные сомнения. Я, честно говоря, не хочу еще... Я не хочу выйти на пенсию с непонятной ситуацией, куда идет эта страна, к чему идет эта страна и куда и к чему идем мы с вами, наши соплеменники, наши сородичи. Впереди пасхальные праздники. Мне очень все подсказывает, что мы еще увидимся. Потому что я думаю, что до 21 мая не так уже много стало. Месяц с хвостиком. Череда пасхальных праздников, Пасха, родительский день, майские праздники. Это все быстро пролетит. Дай Бог, чтобы мы все были здоровы и тереть неуполную землю. И мы вернемся за вами к этой теме обязательно. Потому что я чувствую, что это непочатая и крающая дискуссия будет. А вы себя чем утешаете, когда на самом деле хреново на душе и скребутся кошки? Что о себе говорите о нечто позитивное, что помогает восстановить душевные силы? Я не раз говорил слова одного сербского писателя и повторю их в вашем эфире. Он говорил так, говорит, у нас было кошмарное прошлое. У нас абсурдное настоящее. Слава Богу, что у нас нет будущего. Слава Богу, что нет будущего? Да. Это шутка такая из черного юмора. Но я большой оптимист. Я уверен, что люди лучше, чем они кажутся. Я уверен, что мы можем перебороть это все. И мы можем стать спроченным обществом и идти к цивилизации. Идти к цивилизации. Потому что этот мир станет лучше после этой войны. Я убежден в этом. Этот мир станет лучше после этой войны. А парадокс? Я борюсь всегда с конспирологиями. Люди живут в том, что где-то сидит какой-то Ротшилд, который всем управляет. Какой-то Сорос. Точно Ротшилд? А Рокфеллер? Рокфеллер, Ротшилд. А сейчас Сорос на первой позиции. Да, Сорос, Ротшилд и так далее. Вот как раз эта война показала, что миром никто не правит. Разве что Бог. И церковь тут ни при чем. Парадокс заключается в том, что и после Первой мировой войны, и после Второй мировой войны пошел очень мощный невиданный экспресс цивилизации во всех отношениях. От новых технологий до культуры, литературы, искусства. Это произойдет и после войны. У вас, у летчиков, и гражданских, и военных, есть одна поговорка, которую я запомнил с 95-го года, как я вернулся из армии. Я желаю и вам, и всем вашим коллегам полетного отряда, и всем нашим зрителям, которые потратили на сегодня свое драгоценное время за кружкой чая или бокалом вина или рюмкой водки, или вкусными семечками. Вы сейчас будете смеяться, но вы меня поймете, чтобы количество посадок совпадало с количеством взлетов. Мы говорим welcome. Как говорите? Welcome. Мы общаемся на английском в это. Будет сделано. Я вам очень признателен, что вы приняли приглашение, несмотря на летную погоду, говорю вашим профессиональным языком. Уверен, что мы еще увидимся, потому что события и в Молдове, и вокруг Молдовы развиваются достаточно стремительно. Я не знаю, кстати, это хорошо или плохо. Знаете, это как в кодосе поведения самурая, бусидо. Если не знаешь, что сделать, сделай первый шаг. И небеса подскажут, что делать дальше. Мы должны просто на это правильно и профессионально реагировать. И не впадать в отчаяние, пессимизм и, прости господи, вы рассказывали сегодня об этом, не кидаться с четвертого этажа. Я вам очень признателен. Я желаю вам и всем нашим зрителям солнечных, светлых, очень позитивных и уютных пасхальных праздников. Я всегда не устою повторять, что мир тесен, земля круглая. Мы обязательно еще увидимся и услышимся. Спасибо. С вами в студии в прямом эфире ТВС-21. О главном, на главном дискутировали Серджи Макану и журналист Артур Ефремов. До встречи в следующий вторник. Следите за анонсами на странице 21 канала и на моей странице в Facebook, которая также звучит. Артур Ефремов. Чудесного вечера и классных пасхальных праздников. До встречи. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok